Каждое их утро начинается с батман-тандю и батман-фандю. Они не просто народники. Ансамбль Игоря Моисеева – это мощная балетная школа. Конечно, программа обновляется. Девочки и юноши растут. Красивые, но исполнение великолепное. И они заслуженно славят нашу страну за рубежом. Очень хороший ансамбль, его хочется смотреть бесконечно. Точно так же этот танец исполняли и 10, и 20 лет назад. Репертуар коллектива практически не меняется. За исключением пяти танцев все номера придумал и поставил легендарный Игорь Моисеев. Нынешний худрук ансамбля Елены Щербаковой объясняет – очень сложно найти хореографа, который бы вписался в традиции. Много хореографов, только толку мало. Потому что сейчас очень модно набор трюков. Трюки, трюки, трюки. Затем на бис все то же самое. Полукруг, стоят артисты, подхлопывают, а здесь делают трюки. Все в восторге. Но это же не цирк-то с аллеей, а это танец, в котором есть начало, в котором есть развитие, кульминация и финал. Он должен что-то говорить. А эту миниатюру зрители по всему миру неизменно встречают стоя. Хореографическую картину «Партизаны» Моисеев поставил сразу после войны. За несколько минут исполнители рассказали и о жизненной привале, и о боях на Кавказском фронте. Этот танец видели миллионы зрителей, и впечатление у всех остается неизменное. У меня, например, просто слезы выспели, и кома, и горло перехватило от того, что я сегодня видела. Это как всегда, когда приезжает к нам в Саратов ансамбль имени Игоря Александровича Моисеева. Концерт ансамбля Игоря Моисеева – лишь первый подарок Дню Победы. 29 апреля в Саратове выступит группа «Любе». Их концерт также будет посвящен 9 мая, а билеты будут продаваться с 10-ти процентной скидкой. Анна Головчинская, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.